МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». В эти выходные во втором туре выборов решилась судьба президентских кресел Молдовы и Болгарии. Если наша страна только топталась в предбаннике Евросоюза, то вторая является членом Союза с 2007 года. И тем не менее большинство избирателей и Молдовы, и Болгарии отдали предпочтение политикам от оппозиции, которые заявляли о необходимости сближения с Российской Федерацией. Авторитетные мировые издания уже пестрят материалами с прогнозами, как будут складываться дальнейшие события на юго-западе Европы, и в самой Европе. Мы же попытаемся сами оценить результаты президентских выборов и возможные сценарии развития событий. Вот мой гость, политолог, автор целого ряда исследований современной политической жизни Молдовы, Зураб Тодон. Здравствуйте! Добрый день! Первые последствия результатов я не зря упомянул Болгарию, потому что здесь есть еще такая параллель. Кроме того, что и у нас, и в Болгарии в кресло президента сел представитель социалистической партии «Социалист». Здесь еще такая параллель, мне кажется, проглядывается. Вот если в качестве первых последствий президентских выборов рассматривать такой вариант в Молдове и Болгарии, у нас протесты сторонников кандидата, то есть сторонников Майя Санды, стороны проигравшей, а в Болгарии отставка премьер-министра, которая сейчас будет рассматриваться у них в парламенте. Но тем не менее, человек, который сказал, я не приемлю выбор, но он принял его, но не может дальше работать. У нас же какие-то протесты, говорится о том, что они согласны с результатами, хотя и наблюдатели от ОБСЕ, и от Межпарламентской ассамблеи СНГ уже заявили о транспарентности, об открытости и честности этого голосования. Вот от чего такая разница? Ведь поражение проевропейцев и там, в Болгарии, и у нас. И тем не менее, смотрите, как по-разному ведут себя проигравшие стороны. Ну, это показатель политической культуры, и мы видим, что у нас, к сожалению, еще много надо проделать работы, чтобы политики умели держать удар и умели найти те правильные слова, которые необходимо применять в подобных ситуациях. Я внимательно посмотрел, что сказала Майя Санду по итогам выборов, и там нету однозначного и признания, и однозначного непризнания. Оно получилось обтекаемое, половинчатое, и можно повернуть как хочешь. Мне кажется, в ее положении было бы разумно, конечно же, сказать, что да, я не согласен с этим результатом, выбором, но, тем не менее, так проголосовал народ, и мы будем бороться дальше за наши идеалы, к следующим выборам и так далее. Но это было бы в том случае, если бы Молдова действительно восприняла бы те принципы политической культуры, которые приняты в Европе. Вот тот пример, который вы упомянули, в частности, в Болгарии. Но ведь не только в Болгарии, в других европейских странах тоже так принято. Если лидер той или иной партии проиграл, он поздравляет оппонента, признает и дальше уходит в оппозицию. Вероятно, в Молдавии должно пройти еще некоторое время. Я вспоминаю в этой связи события 7 апреля, в той части, в которой упомянули, что тогда ведь тоже международные наблюдатели признали выборы состоявшимися и соответствующими всем международным нормам и стандартами. Тогда, если не ошибаюсь, этих наблюдателей было около 3000, если мне память не изменяет. И, тем не менее, это не помешало оппонентам не согласиться с итогом выборов и устроить то, что они устроили. В данном случае очень многое зависит сейчас от тех лиц, которые принимают на самом верху решения, чтобы не дать ход тем протестам, которые сейчас, нельзя сказать, что они начинаются, но, в всяком случае, есть попытка провести разведку боем. Я бы так назвал, вот эти молодые люди, которые вышли вчера и сегодня. На мой взгляд, это разведка боем для тех сил, которые не согласны с итогами выборов. Конечно, можно было бы здесь много поговорить о том, насколько эти выборы легитимны, насколько они, скажем, укладываются в нормы Конституции, учитывая те нарушения, которые были 4 марта при решении Конституционного суда. Здесь можно было бы подискутировать, но тем не менее... Лебесцит состоялся, дали возможность гражданам Молдовы выразить свою волю. И это уже, мне кажется, наверное, высшая степень, не знаю, демократичности. Во всяком случае, мы можем сказать, что, по крайней мере, я так осторожно высказываю, что тот результат, который есть, он приблизительно соответствует настроениям людей. Мы знаем, что действительно проевропейская тема и политики правого толка, которые развивали, использовали, эксплуатировали эту тему, они в последнее время очень сильно сдали. И это не случайно, потому что именно с проевропейской риторикой связаны все те недостатки, которые мы наблюдаем в Молдавии последние 7 лет. Можно сказать, что эти господа с правого лагеря не дискредитировали эту идею и те политики, которые находятся у власти. Они так ее затерли, что сейчас у многих жителей Молдавии слово проевропейский, проевропейский вектор вызывает отторжение. Понятно почему? Стало ругательным. Может быть, даже и ругательным. Это не значит совершенно, что все, что мы будем сейчас говорить о пророссийском векторе, воспринимается радужно, и что через 2-3-4 года не произойдет обратный крен. Это в политике естественное явление. Самая ошибочная политика, это считать, что День Победы на выборах, на президентских выборах, на парламентских, это последний и окончательный, и всегда будет находиться у власти тот или иной политик. Мне кажется, что мудрый политик думает в День Победы о том, как он пришел к этой победе, и когда наступит пора уходить со своего поста, и как он будет уходить. Если вернуться к ситуации, которая развивается на улицах нашей столицы, кому выгодно раскачивать лодку с сегодняшней стабильности в Молдове? Допустим, ведь понятно, да, голоса разделились, но большинство-то проголосовали за сегодняшнего новоизбранного президента Республики Молдова. Мне так кажется, что результат выборов не устраивает, прежде всего, Брюссель и Вашингтон. Они не ожидали, что во главе Молдовы будет политик, которого считают пророссийским. Это не укладывается в их схему, представление о мире. Мы знаем, что на протяжении последних лет идет жесткое противостояние между Россией и Западом, и Запад пытается выстроить против России новый железный занавес со своей стороны. И в этом отношении Молдовы здесь отводилась определенная роль. Я прошу прощения, кто-то даже называл это операцией анаконды, то есть опутывание кольцами. Ну так оно и есть. Дело в том, что, я не знаю, я уже неоднократно упоминал в разных передачах о том, что количество военных баз Америки, оно зашкаливает и не укладывается в нормальное представление о мире. 800 военных баз по всему миру. Как правило, вокруг Китая и России все расположены. Европа, Азия, Африка. Вот так он, поясом таким. И помимо военных баз идет политическое противостояние, идеологическое, информационное. И вот в политическом противостоянии им важно, чтобы в каждом государстве, которое близи от России, были режимы лояльны им, а не России. И в данном случае в Молдове отводилась определенная роль. Здесь получается так, что помимо Болгарии еще и в Молдове здесь такой сюрприз. Президент тот, на который они не рассчитывали. Они делали ставку на Майю Санду, и я знаю, что подавали всякие сигналы власть придержащим о том, чтобы ее поддержать, использовать административный ресурс в ее пользу на этих выборах. Результат говорит о том, что не был использован этот админресурс в пользу Санду. И я полагаю, что там очень сильно недовольны. Сейчас вот то, что мы наблюдаем, называют разведка боем. Вышли несколько сот, может быть, тысяч молодых людей. Мы видим там много учеников, лицеев, школ. И это, конечно же, вызывает серьезные вопросы. Аналогия опять же к 7 апреля. Обычная западная такая фишка, они же дети. Пока нет должного масштаба и должной накаленности, мы видим. Тогда была сразу поддержка Запада. Мы помним, западники начали высказываться критично по отношению к власти и почувствовав эту волну оппозиция подняла протесты и которые закончились погромами, мы помним, здания президентуры и парламента. А потом, в конечном итоге, и отстранение партии коммунистов власти, потери власти. Сейчас пока что масштабы не поражают. Я думаю, что те, кто готов пойти на какие-то радикальные сценарии, пока не получили отмашку со стороны Запада. И получается так, что и в Америке, и в Европейском Союзе сейчас есть какие-то свои дела, которые отвлекают. В Америке прошедшие выборы, смены администрации. И вероятно, они считают, что лишние, непредсказуемые какие-то события в Молдавии никому не нужны. Поэтому пока, если не будет этой отмашки, можно сделать прогноз, что пошумят, побузят немного и прекратят. Сложно разглядывать или разглядывать видео кадры с этих протестов. Такое сложное чувство. По одной стороны, ты видишь людей не сформировавшаяся политическая позиция и молодых людей с другой стороны как бы навязали их эти убеждения, причем такого непатриотического характера, флаги с вырезанным гербом. Это преступление вообще-то, надругательство над флагом. Да, это в общем-то есть статья в кодексе и тем не менее их толкают на это. Я понимаю, что когда-то наша власть будет обязана отреагировать и сейчас возможно они не выхватывают из толпы этих хулиганов, чтобы не обострять события. Тем не менее, если бы у нас сохранялась обязательность наказания в случае того или иного правонарушения, то наверняка может быть поубавилось бы охотников участвовать в подобных мероприятиях. Но опять же здесь вспоминается 7 апреля за эти события никто ответственности не понес. И нет ни одного серьезного уголовного дела. Оно начиналось, а потом все спустили на тормозах. Я помню, что когда был депутатом в составе фракции партии коммунистов, мы неоднократно поднимали вопрос о том, что произошло 7 апреля, что требовали провести серьезное глубокое расследование. Было несколько комиссий, закончились они ничем. Слушания в парламенте также заканчивались ничем. Рейтмотив наших выступлений заключался в том, что власть не может осудить сама себя. То есть те, кто устроил 7 апреля, потом уселись в кресло органов государственной власти. И сейчас есть такой риск, что они могут стать жертвами тех событий, которые в свое время использовали. Я имею в виду, что если, допустим, будет дана отмашка Запада на проведение вот этих акций протеста и усиливания и расширения масштабов, то тогда пострадают те, кто сейчас находятся у власти. И это будет не президент в первую очередь. Он только что избранный, поэтому пока что... Реагировать должно правительство. Да, есть правительство, есть парламент, они должны будут принимать эти меры для того, чтобы как-то усмирять разбушевавшихся людей. Поэтому, конечно же, я вижу, что это есть надежда у тех, кто сейчас у власти, что как-нибудь успокоится. Но я замечаю, по крайней мере, по некоторым данным, возможно, ошибаюсь, но среди участников демонстрации есть люди, которые входят в те или иные организации, имеющие отношения как раз в власти. Вот что любопытно. Всягл, в случае в средствах массовой информации мелькали лица, сфотографировались этих протестов, лица, которые фотографировались раньше, рядом с либералами, в том числе и те, кто в власти, министр Шалару, допустим, там парень молодой есть, он там вчера активно участвовал, у него фотографии вот с этим человеком. Есть другие, то есть возникают допросы, собственно говоря, кто... Организатор. Организатор, получается так, что мы имеем колесонную власть, колесонную, там несколько партий, и получается, что одна из партий, так можно делать вывод, одна так одной рукой подогревает эти события, мне нравится то, допустим, как прошли выборы. И тут, конечно же, самое время, чтобы премьер-министр или глава парламента, или президент, который еще исполняет обязанности, там еще переход же не произошел, только он новый избран, а старый еще не ушел. И, значит, все полномочия пока у прежнего президента, насколько я понимаю. Ну, еще новоизбранный президент должен принять. Да, присяга и так далее. Они должны обратиться в Генеральную прокуратуру, в правоохранительные органы для начала. Не надо никаких проводить силовых акций, нет причины. Люди высказывают свою позицию пока еще мирно. А просто спросите, собственно говоря, кто организатор этих событий? Потому что налицо преступление, когда детей выводят на площадь. Мы уже это проходили. Это дети. Они же не сами вышли. Некоторые вообще не понимают, зачем они там находятся. Значит, надо задать вопрос. А кто их вывел? Кто сорвал их с учебных занятий и вывел на площадь? Первый вопрос. Кто подсказал вырезать герб? Потому что это молодые люди. Они не знают, где этот символ использовался. В 1989 году в Румынии, когда свергали Чаушеску. Здесь явная аналогия. Какой-то взрослый дядя дал этот флаг с вырезанным гербом в руки парню молодому. Или же подсказал вырежи вот этот герб. Он не нужен здесь. Если оно не будет расследовано, соответственно, повторится то, что было и раньше. Преступление совершено, за это никто наказание не понесл. Значит, будет новое преступление. Вот и все. Известный закон. Если нет ответственности, то преступление совершается вновь и вновь. Понимаю. Вот готовился к нашей сегодняшней встрече и вычитал такое мнение, что если расширить географию нашего с вами разговора, обсуждения темы и всего того, что связано с тем, что происходит у нас в Молдове, мнение такого характера. Результаты выборов в Молдове можно назвать политическим и социальным маркером для Украины. И не только для нее. Мнение такого характера, что оно, не знаю, подталкивает к рассуждениям относительно того, что отношение к самой Украине может измениться исходя из процессов, которые запущены и как у нас в Молдове, так и в Болгарии. Ведь буквально вчера в одном из американском авторитетном издании было сказано, что результаты этих выборов нанесли несокрушительный, то очень существенный удар по цементу Европейского Союза. Так американцы во всяком случае оценили эти выборы. Это явное преувеличение, конечно. Можно попытаться как-то привязать прошедшие выборы к прочности или непрочности Европейского Союза, но давайте будем откровенны, Европейский Союз давно уже лихорадит. И здесь молдавские выборы совершенно ни при чем. Проблемы в Европейском Союзе начались не вчера, они уже давние, и они начались после того, как в Европейский Союз были приняты целый ряд новых членов, которые явно были не готовы к этому. И когда Европейский Союз был вынужден тратить огромные средства, чтобы подтянуть эти страны, и судя по всему надорвался. Европейский Союз сейчас надорвавшаяся организация, как когда-то Советский Союз, который надорвался. И в данном случае американский обозреватель или эксперт пытается привязать молдавскую историю современную к Европейскому Союзу и делать на этот счет выводы. Я думаю, что европейцам надо искать причины своих проблем внутри организации, внутри стран. И вообще кажется, что волна, которая пошла во всем мире, и в Америке, и сейчас в Болгарии, и у нас, она докатится и до Германии, и с Францией. Я уверен, что господа Оланд и госпожа Меркель в своих креслах они проведут недолго. В следующем году их ожидают выборы парламентские, потом президентские во Франции, и они потеряют свои посты, потому что с ними будет ассоциироваться все то негативное, что накопилось в Евросоюзе. Придут политики национально ориентированные, да, возможно, чрезмерно правые по европейским меркам, но это неизбежная реакция на ту политику, которую проводил Евросоюз и Соединенные Штаты Америки в Европе. Политика направлена против интересов самой Европы. Достаточно вспомнить тему мигрантов. Европейский Союз не резиновый, мы же прекрасно понимаем, и когда он без документов фактически принимает каждый год по миллиону граждан с Ближнего Востока и с Африки, это миллион граждан. Миллион граждан было в прошлом году, в этом году около миллиона, в следующем ожидается около миллиона, это же ненормальная ситуация. И мне кажется разумные политики данным, которые есть у экспертов, я одно время занимался очень серьезными исламскими проблемами и проблемами религиозного экстремизма. Так вот, можно сказать, что среди этих мигрантов несколько тысяч хорошо подготовленных террористов уже проникло в европейские страны и ждут своего часа. То есть, мины замедленного действия заложены... Они готовятся к новым террористическим актам, которые были во Франции, в Германии, в других странах Европы. Они будут еще более тяжелыми, еще более кровавыми. Цель одна поставить на колени Европейский Союз и мировое сообщество в целом. Доказать, что про силы оружия террористы могут диктовать условия всему миру. И никто не может сказать, как поведутся европейские политики, если, скажем, группа хорошо вооруженных исламских экстремистов ворвется, допустим, на какой-нибудь атомный объект или возьмет под контроль целый город, как уже было однажды, или захватит, чем черт не шутит, президентский дворец какой-нибудь европейской страны, понимаете, все может быть, потому что это не одиночки, это большая организация, исламское государство, которое действует на разоренных территориях государства Сирия, Ирак, Ливия. Это разоренные государства, разоренные по инициативе европейцев и американцев. И там действует это исламское государство, и оно уже распространяется и щупальца по всему миру. Реакции Европы, простые граждане Европы, здравомысляющие политики, понятно, так делать нельзя. Это ведет к страшным проблемам. Поэтому неизбежно серьезные изменения в Европе, и я думаю, что для Молдавии это выгодно. Почему? Потому что чем больше здравомыслящих политиков будет в Европе, тем больше шансов на то, что они будут трезвыми глазами, а не вооружившись какими-то идеологическими очками смотреть на ситуацию в Молдавии. На ваш взгляд, есть уже какие-либо индикаторы или подсказки о том, что геополитическая ситуация, мировая политическая ситуация изменится с приходом новой администрации в Белом доме? Самый яркий пример это телефонный разговор двух президентов и их договоренность со встречи. Я думаю, ни в Америке, ни в России этого не ожидали, что два президента поговорят спокойно и договорятся со встречи. Простейшая вещь. Почему-то до этого ни Обаме, ни Путину это не удавалось. Потому что не было желания ни Обама, ни Путина. Потому что настолько ситуацию они вот... Я в данном случае не хочу сейчас сосредоточиться, кто виноват конкретно. Но обстановка стала напряженной последний год-два как раз вокруг мировых проблем и никто не хотел уступать. То есть американцы зациклились на том, чтобы не давать России проходу нигде. Россия упиралась в то, что ситуация изменилась, 90-е ушли в прошлое, мы вновь северодержава. И вот эта пружина сжималась, сжималась и сжималась и могла довести до очень серьезных последствий. Уже многие аналитики говорили о том, что неизбежная новая мировая война в виде целого ряда локальных конфликтов. И отчасти в принципе мы это наблюдаем. Северия это собственно гражданская война, которая произошла в результате неразумного вторжения и неразумных действий европейцев. То же самое можно сказать о Ливии и об Ираке. Вот это телефонный разговор. Он показывает, что два президента двух великих держав готовы сесть за стол переговоров и для начала договориться о каких-то первых действиях для того, чтобы отступить от края пропасти. Ну это прекрасный прекрасный шаг и я уверен, что многие либерально настроенные политики и сторонники Меркель и Оланда и других очень обеспокоены сейчас, расстроены, потому что это идет в разрез с их прежними установками. Хотя европейцы они их трудно обвинять в чем-то. Они в принципе действовали до сих пор фарватеры американской политики. По указке. По указке, да. Они сейчас по сути стали заложниками того, что произошли изменения в Америке. Я прекрасно помню, как год-два назад, если не ошибаюсь, Меркель собиралась на встречу к Обаме в Штаты и она так в своем парламенте сказала, я дам серьезный бой, я не позволю нашей Германии вот так себя повести. У Германии будет своя политика, мы займем свое место. И так, что-то было очень боевое И все замерли, интересно было, как это будет. С чем вернется. Да, с чем вернется. Она поехала, встретилась, поговорили, не помню там сколько времени, но после выхода они к журналистам дали пресс-конференцию, риторика была совершенно другой. Мы верны в союзник штатов, мы будем делать все, что они нам скажут. Ну, смысл всего. Теперь ситуация изменилась, они оказались в глупом положении, потому что то, что они, ту линию, которую они проводили, не соответствовала интересам своих государств. Теперь в самих штатах вроде бы меняется ситуация, нельзя преувеличивать, там не будет что-то такое радикальных, радикальных изменений. Но, во всяком случае, попытка прагматичного подхода к мировым проблемам будет. И в данном случае, уже можно прямо сказать, многие европейские политики сегодня стали политиками вчерашнего дня. Понимаю. Давайте поговорим о политиках завтрашнего дня, о нашем новоизбранном президенте. Как вы думаете, с какими первоочередными задачами придется столкнуться Игоря Додона? Ну, у Игоря Додона очень тяжелая ситуация в целом, потому что именно сейчас, можно сказать, и начинается самое главное. Потому что выиграть выборы это очень сложно, но это часть проблемы, они это сделали. часть задачи, а вторая задача это первые шаги и закрепиться. Закрепиться какими-то определенными достижениями в ближайшие полгода. Потому что понятно, что все население страны будет внимательно следить за каждым шагом нового президента. И здесь очень важно не совершить ошибки. А угроза будет весьма высока, потому что я думаю, Игорь Додон не обольщается и понимает, что вокруг него в органах власти наверху там, в общем-то, больше оппонентов, мягко говоря, чтобы не сказать врагов, чем союзников. И все, без исключения, даже те, кто помогал ему на этих выборах, все без исключения будут рады подставить ему ногу. Или подложить фугас какой-нибудь. В виртуальном смысле, фигуральном выражаясь. Я понимаю. А таких тем очень много. Я уже слышал одно из предложений, что вот как раз новый президент может заняться, например, преднестровским регулированием. Это вот такая тема, которая вот как раз здесь себе очень многие политики сломали шея. Потому что не может Молдавия своими силами решить эту проблему. Тем более президент или премьер-министр или представитель парламента. Потому что ключ не находится внутри Молдовы. ключ от решения проблемы. Или допустим очень многие потребуют сейчас немедленного выполнения всех обещаний. Вот прямо сегодня или завтра в крайнем случае. Понятно, что все с удовольствием ждут, когда начнется денонсация, допустим, соглашение об ассоциации. Или темы, связанные с румынским паспортами. Вот эти страшилки, которые распространялись до выборов. Мне кажется, что самым разумным было бы сосредоточиться на тех проблемах, которые в силах решить президент. И он об этом говорил. В частности, первый визит, допустим, предполагается в Москву. Прекрасно. Соответственно, можно предложить Владимиру Путину поднять весь комплекс российско-молдавских отношений и посмотреть, где можно разрулить проблемы, накопившись. Начать даже с экономики. Прежде всего, с экономики. Это тема, которая по силам. И здесь и Россия в целом будет не против. Здесь, естественно, и наконец-то со стороны Молдовы будет нормальный посыл. Потому что предыдущие, ну, те, кто занимался до сегодняшнего дня этими вопросами, они же на самом деле ничего не хотели. Ни премьер-министр, ни представители парламента, ни президента. Они вообще не воспринимали Россию как партнера, с которой нужно разговаривать. Как будто они не знали или не понимали, что большая часть экспорта из Молдовы отправлялась в Россию. И закрытие рынков, связанного с подписанием соглашения об ассоциации, оно ударило больно по молдавским производителям. Вот эта тема могла бы быть очень серьезно рассмотрена в Москве. И я думаю, будут результаты. Опять же, не надо обольщаться, потому что зона свободной торговли, которая действовала между Молдовой и Россией, вошла в противоречие с подписанным соглашением об ассоциации с Европой, с Европейским Союзом. Но, во всяком случае, какие-то какие-то направления этих эмбарго можно, наверное, ожидать, что будут отменены. Я так надеюсь. Такие несущественные. Для начала. Можно придумать какую-то систему контроля, чтобы отсечь поникновение европейских товаров запрещенных. Есть много вариантов разных. Есть много разных вариантов. Во всяком случае, сейчас мы можем сказать, что существует, наконец-то, канал нормальной связи между Молдовой и Россией. Потому что я прекрасно помню, когда здесь, в Молдавии, весь политический бомон был очарован приближающимся подписанием соглашения об ассоциации. Все думали, что все, на следующий день наступит манна небесная и все будет замечательно. А из Москвы приходили сигналы. Господа, давайте мы рассмотрим то, что входит в противоречие. Имейте в виду, что зона свободной торговли потом закончится сразу, когда будет подписано соглашение. Никакого ответа не было. Я спрашивал чиновника, вы вообще слышали? Отмахивались. Потом разберемся. Потом. Сейчас не ко времени. Полгода предупреждали. Полгода предупреждали. Подписали. Осенью эмбарго вступило в действие. Все сразу завопили. Как же так? Это не дружеский шаг. Мы же члены СНГ. Да что ж такое? Да как вы себя ведете? Это злая империя и так далее. А где же вы были, когда вас предупреждали? Что, глухие что ли были? Вату себе в уши всадили? Я не знаю. Я не знаю, кем надо быть, чтобы не понимать такие простейшие вещи. Опять же действовали, поспалкивали страну к ускоренному такому сближению с Евросоюзом без оглядки на то, что экономика привязана к рынкам Востока. В том-то и дело. Ведь никто, когда мы говорим об этих вещах, это не значит, что вы или я настроены категорически против Европейского Союза. Да наоборот. Двумя руками за. За. У России свой диалог с Европейским Союзом по всем тем проблемам. И зона свободной торговли, и безвизовый режим. И рано или поздно согласие будет найдено. Это нормально. Один из мощных инвесторов в Евросоюз. Смотрите, как экономически у них, несмотря на те или иные случаи эмбарго, но во всяком случае оттока капитала массового европейских инвесторов нет. Нет, наоборот. Европейцы зарабатывают в России с удовольствием. И этот процесс будет продолжаться. И я надеюсь, что с изменениями в администрации США будет меньше неразумного давления на европейцев не сотрудничать с Россией. Это только на благо и европейцам, и россиянам, и Молдове. Потому что конфликт между великими державами негативно отражается на Молдове. Мы видим, что у нас эта колониальная администрация в виде органов власти. Она выполняла все без оглядки, что требовал Запад. Ну а, собственно, что в итоге мы имеем? Полный развал в экономике, раскол в обществе, отсутствие нормальных рабочих мест, отсутствие много всего того, что должно быть нормального, хорошего, правильного и суверенного государства. Я полагаю, что наступило время политиков, которые все-таки больше будут думать не о том, как хорошо выглядеть на Западе или на Востоке, а о том, чтобы заботиться прежде всего о национальных интересах. Вы затронули тему Приднестровья. Я подумал о том, что сегодня мне кажется, я даже убежден в том, что решение Приднестровского вопроса должно произойти в ближайшее время по причине и тяжелого экономического состояния, в котором находится регион, зажатый с одной стороны условиями, которыми стоит Кишинев, с другой стороны Украина, которая воспринимает про российскость Приднестровья крайне негативно. И в регионе достаточно сложная внутренняя экономическая ситуация. В то же время я понимаю, как вы сказали, что ключи от решения этого вопроса лежат не в Кишиневе. В вашем случае что вы думаете по этому поводу? Формат 5 плюс 2 или 1 плюс 1 или 3 плюс 1? Что может решить эта проблема и какие, на ваш взгляд, должны быть шаги? Особенно, я так понимаю, не лишним будут упомянуть грядущие выборы президентские в Приднестровье 5 декабря. Я не настроен так оптимистично, как вы. В скором решении проблемы, наоборот, я считаю, что объективно и без неоправданных надежд на это смотреть эту проблему решить удастся нескоро. Потому что слишком противоположны позиции конфликтующих сторон. свести их воедино очень сложно. Для того, чтобы это произошло, должно быть согласие внешних игроков. Формат 5 плюс 2, который действует. То есть, посредники и наблюдатели в этом переговорном процессе должны иметь единую позицию. И Запад, и Восток должны согласиться с тем, что Молдова в будущем по завершении переговорных процессов должна остаться единым государством. Этого согласия нет. потому что у них геополитический противоречий. У России и Запад. И обсуждаются модели, я понимаю, что федерализация, не федерализация. Здесь тоже какие-то споры. Поэтому сейчас самое разумное это не торопить этот процесс. Но ни в коем случае не делать так, как делали власти до сих пор. Мы знаем, что до 2010 года еще как переговорный процесс как-то худо-бедно шел. После того, как пришел к власти Альянс, с моей точки зрения происходила имитация. Просто имитация без какого-либо результата. Более того, вот когда председательство ОБСЕ перешло к Германии, немцы с энтузиазмом взялись за это дело и проделали огромную работу для того, чтобы сдвинуть процесс к мёртвой точке. И вот уже это председательство близко к завершению и в будущем году должно прийти к Австрии. Я знаю, что немцы очень недовольны тем результатом, который есть. То есть, его никакого вообще нет. хотя они отсутствуем результатом. Отсутствуем, да. И они недовольны прежде всего позиции Кишинева. Они считают, что Кишинев занимает чрезмерно жесткую позицию и главное не хочет ничего менять. Но переговоры они должны привести к каким-то изменениям. Даже по незначительным вопросам, как, например, признание дипломов с двух берегов Днестра. Здесь-то какая проблема? Признание дипломов? Ну договоритесь уже, почему молодые люди должны страдать от того, что дипломы не признаются. И по другим вопросам. Опять же, инструкторы либо еще очень большая разница в том, как и что преподается. Ну здесь вот как раз, понимаете, очень интересно, ведь немцы искренне хотели это помочь. И в данном случае можно было использовать это на благо страны. Но мы сталкиваемся с фактом, что из-за корыстных интересов тех или иных политиков по сути дела вся работа прошла впустую. И как это послужит, какое впечатление у тех же немцев будет о политиках нынешнего альянса, когда они видят, что хорошее и здравое предложение отметается. Вот возвращаясь все-таки в целом глобально к этому вопросу. Нужно сохранить все хорошее, что есть. Вот есть формат, он работает, он действующий. Да, он не принес каких-то сногсшибательных результатов, но он лучше, чем ничего, понимаете. Потому что вот есть пример Грузии, которая попыталась иначе решить эту проблему, отказалась от переговорного процесса. Земли потеряны. И этот пример должен постоянно быть перед глазами, потому что многие говорят, что вот, нет результата, никто не помогает, никто не хочет заниматься молдавским проблемой, извините, а почему мир должен помогать? С какой стати? Ну, сами наворотили. Ну, извините, в 90-91 году есть конкретные виновники, которые развязали этот конфликт по обе стороны места, развязали его. Мир-то здесь при чем? Тогда никого не волновала эта тема. Вообще мировые державы, многие не знали, где находится новое государство Молдова, да, они, их занимал процесс распада Советского Союза. Ни в Европе, ни в Берлине, ни в Вашингтоне, ни в, в этом самом, ни в Лондоне, да и ни в Москве не были, несмотря на то, что многие говорят, нет, это Москва развязала. Не надо сваливать с больной головы на здоровье. В Москве как раз в 91-м году только и было, что развязывать конфликт. Это смешно, понимаете? Поэтому сами развязали, да, теперь обижаются, что никто не спешит это урегулировать. Никто в мире не будет заниматься проблемами той или иной страны. Наоборот, используют в своих интересах. Если уже пришли и вам помогают, так будьте любезны сказать спасибо, что занимаются этим вопросом. И сохраняется, вот это самое главное, очень многие политики и эксперты от разных НПО, которые существуют на западные гранты, постоянно говорят некрасивые, неправильные слова, что вот, мол, не помогают, специально развязали, здесь все, значит, нам устроили. И забывают главное, что в отличие, скажем, от Грузии, например, и от Украины, вот если взять проблему Крыма, Молдавия сохранила возможность мирным путем восстановить свою территориальную целостность. Здесь надо как раз наоборот холить и лелеять эту возможность. И не пытаться, скажем так, по-местечковому куснуть великого соседа, что вот, мол, значит, вы нам тут мешаете. Потому что никуда эта проблема не уйдет, решать ее придется. и надо наоборот использовать любую возможность для того, чтобы большие партнеры, великие державы заинтересовались, были заинтересованы решить этот вопрос. Тогда, да, тогда будет перспектива. Короче говоря, это очень серьезная проблема и к ней надо подходить очень и очень осторожно. Вот ваше отношение к тому, что эпизодически всплывали, особенно в последнее время, заявления о том, что Украина готовит коридор для вывода российских войск из Приднестровья. Наши нынешние руководители военного ведомства заявляют о необходимости этого шага и вот вроде есть какая-то договоренность. Это провокация? Это показатель отсутствия интеллекта, извините. Просто вот у тех, кто серьезно обсуждал этот вопрос, да, и показатель отсутствия государственного подхода к проблеме. Показатель того, что человек занимает не свою должность. Почему? Потому что с таким же успехом можно потребовать не знаю, чего-нибудь другого невозможного, скажем так. Меня удивляет то, что на полном серьезе взрослые люди обсуждают этот вопрос, уделяют этому время, если не ошибаюсь, даже деловую поездку совершили в Одессу, провели переговоры, создали информационный повод, ну и что, собственно, они выиграли. Ну, хорошо, лишний раз, вот как я сказал, ну куснуть, да, медведя, ну, пожалуйста. Потом придет время за столом переговоров, будет вестись диалог, да, между сторонами, в том числе, вот Россия, вот Америка, вот Европейский Союз, вот Молдова, вот представители Приднестровья. Вот, и обязательно вспомнят, а где этот ваш, этот самый министр, который нам тут советовал, значит, вот, а в ответ, что получили? Вот, пожалуйста, вам, если не ошибаюсь, когда, уже были ли вот состоятся учения совместные, соревнования, да, как пусть и с девочкой, так, пожалуйста, принимайте какие угодные решения, а мы проведем свои учения на ваших, на ваших, вооруженных силах, да, и России, да, причем не просто учения, а соревнования, понимаете, как с издевочкой, так вот, вы нам коридором, мы вам соревнования, это глупо, просто глупо, и в данном случае он показал свой уровень, потому что умный человек понимает, что зачем показывать свой удалей и кусать за хвост тигра или медведя, если он занят какими-то своими делами, он развернется и шмякнет по голове, и все, кто от этого выиграет? Такая попытка хвоста вертеть зверем, ну, мне кажется, хвост ли мы? Вопрос такого характера, 19 ноября состоится съезд партии коммунистов, чего ждать, о чем будете говорить? На самом съезде какая-то подготовка идет, наверное, нет? Ну, я не являюсь делегатом съезда, и давно уже... Какие-то уже идут разговоры об этом? Я входил в состав фракции партии коммунистов, не подавал заявления о выходе, и, насколько я понимаю, меня еще не исключили из партии, но я не согласен с тем, что проходит в партии, начиная с 2014 года, свою позицию выразила открыто. У меня была возможность сказать и лично председателю партии Владимира Воронина, к которому я отношусь с уважением за все то положительное, что было сделано за время его пребывания во главе страны на посту президента. Мне кажется, что была совершена ошибка летом 2014 года, когда в том числе по вине руководства партии разразился конфликт внутри партии и привел к тому, что партия коммунистов проиграла выборы, которые через полгода состоялись. Если бы этого конфликта не было, в руках и Воронины, и его окружения была возможность погасить внутри все и не устраивать эту разборку перед всем обществом. Если бы этот конфликт был погашен, то выборы парламентские в ноябре 2014 года выиграла бы партия коммунистов. Я в этом убежден. У партии коммунистов было бы 50 плюс 1 голос. И правительство было бы, наверное, состоящим из партии коммунистов. Возможно, и кандидатом президента можно было выставить на этих выборах президентских. Но случилось так, как случилось. Все, что сейчас происходит, у меня была возможность об этом предупредить. Я еще тогда сказал, что если конфликт не будет погашен, партия коммунистов выборы проиграет. И вообще потеряет роль лидера на левом фланге. Так и произошло. Если на этом съезде не произойдет серьезного разговора о том, как происходили дела в партии коммунистов в прошедшие 2 года, почему были проиграны, почему начиная с 2014 года один проиграл за другим, почему когда-то в фракции было 70 депутатов, потом 56, потом 48, потом 42, а сейчас 7 депутатов. В том числе все эти события связаны с переходом из фракции коммунистов выходом известных депутатов. Если не будет серьезного разговора, то будет продолжаться дальнейшее угасание партии и рано или поздно сойдет со сцены. На выборах парламентских будут ли они досрочными или очередными, партия, скорее всего, не преодолеет 5% барьера. Она повторяет путь тех политических организаций, которые не сумели соответствовать вызовам времени, как в свое время интердвижения, потом Народный фронт, например, потом некоторые другие партии и одно время занимавшие видное положение. Но партия коммунистов вообще, я считаю, это единственная, по сути дела, системная партия за 25 лет в Республике Молдова. И она доминировала на левом фланге. Так вот, если этого разговора не будет, ее ждет печальное завершение. Насколько я понимаю, у руководства партии нет желания вести такого разговора. Это печально. Уже отпадает вопрос, есть ли потенциал к этому разговору. Я могу сказать одно, что нельзя закрывать глаза на те катастрофические ошибки, которые сделаны. Можно свалить на кого-то все, что произошло. Но когда вот есть результат, который есть сейчас. Мне просто интересно, вот сейчас я знаю, что люди пишут доклад, примерно знаю, кто может писать доклад или часть доклада. Итоговый доклад за прошедшие 4 года с 2012. Ну вот, что было и к чему пришли. Тогда претендовали на власть. Именно тогда из рядов партии коммунистов мог быть президент. Ну, в определенной смысле он и стал, Игорь Николаевич, что он вышел из партии коммунистов когда-то. Но все-таки была одна позиция, сейчас другая. как в глаза людям, делегатам съезда рассказывать о том, что несмотря на отдельные недостатки, но тем не менее у нас в целом большие успехи. Ну, как это можно сделать? Понимаете? На мой взгляд, это никак не возможно. Если люди промолчают, ну, это все, тогда они станут вместо участниками съезда одновременно, можно сказать, тире, похоронная команда покораем. Вот и все. Понял. Ну, вот, если бы до КБ, как раз вот было вам и сказано, сослагательного наклонения и сегодня мы с вами свидетелями того, как пишется новая страница истории нашей страны. И, ну, 20 лет, так сказать, разделяют граждан Молдовы от того момента, когда был избран в свое время тоже общенародный президент. И вот сейчас, опять же, общенародное избрание. На ваш взгляд, вот это изменение в, ну, не знаю, таком политическом алгоритме Республики Молдова послужит положительному, какому-то, не знаю, толчку к положительным изменениям? Или, ну, завяжется новый какой-то политический узел конфликтов? Ну, во всяком случае, мы сейчас имеем нечто новое, да, вот у нас было 20 лет одна, один, так сказать, период истории. Сейчас... Парламент назначал президент. Да, по крайней мере, мы можем уже сказать, что в ближайшие 4 года у нас не будет новых выборов президента. Мы можем так осторожно сказать, если не произойдет ничего-нибудь из ряда вон выходящего. Это один момент, он уже положительный. Потому что, когда 7 или 8 попыток в парламенте избрать президента, то это уже понятно, что это не совсем нормально. Хотя, когда переходили к практике выборов в парламенте, опирались на европейский опыт. В большинстве стран Европы, там, где есть по конституции президент, он избирается в парламенте. сейчас вернулись к такому варианту и один положительный момент есть. Второй положительный момент есть в том, что сейчас президент относится к партии социалистов, соответственно, представляет левое политическое поле. То, чего не было с 2009 года по существу. Это тоже положительный момент. Дает возможность уравновесить как-то политическую ситуацию и приступить к всеобъемлющему диалогу внутри власти между ветвями. Тут есть два варианта. Либо начнется конфликт, то, что мы наблюдаем, кстати, в Приднестровье между Верховным Советом и Шевчуком. И в конечном итоге он, скорее всего, приведет к его поражению. А здесь тоже такое может быть, но я думаю, что у сторон хватит здравомыслей, чтобы понимать, что этого никому не нужно. А с другой стороны, если второй вариант будет диалог, то он тоже даст возможность поспособствовать стабилизации. Но опять же, это возможность. Как будет в реальности, мы посмотрим. Если не вмешаются внешние игроки, которые захотят снова здесь замутить какие-то элементы хаоса, мы посмотрим. Во всяком случае, есть шанс. Я вот так скажу, что у Игоря Дадона есть шанс использовать свое новое положение для того, чтобы внести нечто новое, положительное, позитивное в развитие страны. Как он им используется, посмотрим. Сегодня этого ждут многие граждане Молдовы и те, кто голосовал за Игоря Дадона и, наверное, те, кто голосовал за Малай Санду. Тем не менее, все ожидают перемен. И вот такое ощущение замерзшего маятника в какой-то определенной точке и желание чтобы он сдвинулся. У каждого свое понимание положительных перемен. В общем, если все сложить в один пакет, то, наверное, вырисовывается общая картина. Нам необходимо экономическое развитие, нам необходимо нормальные отношения с теми странами, где покупают нашу продукцию. Нам необходимо нормальные отношения и с странами Евросоюза, потому что это тоже наши партнеры, потенциальные инвесторы. Ну, правда, вкладывать некуда, не во что. Заводов-то нет и нет нормальных банков. Разгравлено, уничтожено. Даже единственные такие доноры экономики банки оказались, знаете, сыром с дырками. Распотрошили. Да, поэтому сейчас, наверное, перемен от нас с вами, от нашей страны ждут многие. Не только, наверное, в Молдове, но и вне. И будем надеяться, что, во всяком случае, и президент, и мы все оправдаем эти надежды. Главное, наверное, верить лучше, мне это кажется. Ну, понимаете, запас терпения, это он все-таки исчерпаем, хотя граждане Молдовы за прошедшие годы видели многое, и очень часто приходилось... Терпеливый народ, вы знаете. Да, это все говорят, и очень часто приходилось разочаровываться. Я могу еще раз сказать, что с прошедшими президентскими выборами есть некий шанс на улучшение ситуации, на стабильность. Но еще, опять же, трезво оценивая ситуацию, можно сказать, что очень многие в этом не заинтересованы. Очень многие заинтересованы в том, чтобы был хаос и была нестабильность, потому что именно на этой нестабильности можно защищать свои интересы. вот есть такие у нас... И заработать еще как? Что? И заработать еще как? Ну, само собой заработать, потому что именно как раз все мутные схемы работают в нестабильном государстве. Потому что если бы была полная политическая стабильность, так чиновники боялись бы так воровать. Так что здесь мы можем говорить только об осторожном, очень осторожном оптимизме. Я думаю, что будем укреплять его. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Нашим зрителям было также, наверное, интересно. Еще раз напомню, у нас в гостях был политический аналитик, автор многих публикаций, книг на тему современной политической жизни Молдовы Зураб Тодо. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин